так ребята привет сегодня у нас как вы видите в кадре новый специалист сейчас наблюдаем за работой толик и толик сегодня нам покажет как он исполняет кладку колонны для кладки кирпича придумали довольно незамысловатое приспособление позволяющее наносить раствор ровным слоем избегая при этом перерасхода раствора и создавая равномерные швы и аккуратную кладку используя данное приспособление вы тратите меньше времени на кладку и экономите до 50 процентов раствора избегая его перерасхода приобретая набор каменщика сейчас вы делаете правильный выбор до 1000 под шестерочку да так шестерочка рейка в основном по классике жанра это восьмерка да ну или чуть реже десяточку используют столик использует шестерочку поехали так кирпич у нас обычная керамика шоколад шовчик 6 миллиметров а ты на вертикальный под этот не наносишь да под круто кирпич разный короче ты так выходишь ага-ага-ага-ага ловить шел ловить шел вот горбатая горбатющая вот тогда так ребята всегда обязательно забутовываем вот так вот кирпичик растворчик все что под рукой есть все мы туда и пускаем дождик начинается дождик нам не нужен так по кругу ряд зарядом да кстати толик смотрит наш канал да иногда да да когда информация надо собрать да там тут по соседству тут мы и познакомились он говорит а я что-то что-то смотрю не могу узнать с бородой да так нарезаем круги вокруг колонны кирпич кривой до каждого не зачем присматриваться кирпич тут да тут кирпич тут сказка так и живем в украине качество требует германии зарплаток в афганистане да да это точно что ты сейчас сразу колонна уже подверг или туда перейдешь на ту там подверг сразу подверг да тут еще четыре колонны будет так что работы короче тоха тебе пока хватит да сто процентов вот так вот рядов за рядком кубики да через пару часиков будет стоять колонна покажем результат вытягиваем рейки вытаскивайте вот так рейки на них остается раствор вырывает да 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 все верно и все верно правильно ты говоришь надо с протяжкой так вот рядочек за рядочком и получается у нас красивая колонна будет потом все это дело разошьется и будет шоколадная колонна кривого кирпича будет ровная колонна и вот так вот продолжаем рядик за рядиком что Толя говорит что если работать под шестерку шов остается как бы можно грузить грузить и грузить можно в принципе грузить и на восьмерку но надо несколько рядов прутов чтобы фиксировали шов то есть рядов 5-6 надо чтобы фиксировали под шестерочку не такое идет как бы уплотнение именно шва не такое давление идет на каждый шов шестерка говорит вытягиваешь и шестерочка остается, то есть не подплывает до пятерки, допустим, до 5 миллиметров швов. В общем, вот такая вот ситуация, друзья. Комментируем. Первым делом надо сделать пористости и пустот, да? Делаем это обычным инструментом. Той самая рейка, что ложим. А ну покажи, обычный да необычный. Та же самая рейка согнутая. Та же самая шестерочка. Она везде подлазит удобно. Горизонт фактически готов. А на вертикаль... Что-то другое, да? На вертикаль что-то другое. Потолще рейка. Потолще чуть-чуть. А вертикальный ты восьмерку делаешь? Да. Восьмерку. Жеф, все пропало. Пропала расшивка. Ладно, пока Тоха расшивку ищет. Покажу вам, что у нас уже идет движ. Уже поставили опалубку под у блоки. Ааааа. На самом видном месте, да? Вот тоже такая кочерга, будь здоров, да? Ага. Опа. Удобно, да? И вот так вот пошел. красиво и все красиво получается а потом как всегда до кисточкой хлоп ну что друзья в принципе процесс знакомые то же самое практически то что и вам я то что я вам показываю ничего особого нового здесь нету по классике жанра правильно то все по классике жанра главное вот это для себя уяснить вот эти все моменты и все у вас будет все красиво вот уже расшитая колоночка потом где-то если вдруг у вас где-то что-то если ляпнула взяли протерли до главное сразу только ляпнула по мокрому не шатырить потому что размажите чуть-чуть вот где подхватилась вот хорошо уже вытирается и получается красивая чистая колонна так ну короче кирпичик клинкерный ну такой себе конечно ну если вот так вот на общем фоне уже смотреть то получается довольно таки неплохо вот все чистенько красиво так ну тохи вот такая технология швы горизонтальная шестерочка восьмерочка вертикальные швы да кирпич гуляет он говорит что ему допустим так проще работать ну сейчас тоже уже многие парни кто работает там под шестерку вот кстати по поводу прута шестерочку где взять друзья так же само как и восьмерку спрашивайте на металлобазах и она конечно редко бывает восьмерка редко бывает потому что она редко идет на изделия а шестерка тем более что ты только можешь сказать что стоит вообще каменщиком работать для начинающих начинающих надо внимательно не спешить не спешить до начинают на подсобке поработали чуть-чуть да и уже думает что все хорошо и гладко пойдет специалисты посмотрите надо мы можем но не можем но на самом-то деле не так все легко и просто до главный опыт главный опыт это точно и тогда все получится да а с этой стороны у толика уже готовы две колонны а тем временем секунда дела друзья пока суть до дела то хорошо и вает уже последнюю колонну вот такие вот стоят красавчики вот такие 5 красавчиков он не слышит слушает музыку ну ничего страшного это будет для него сюрприз уже при просмотре видоса так вот он расшивает и от так вот у него получается все красиво помимо всегда был владимир коваленко он же мастер кладки толик специалист сегодняшнего нашего выпуска может быть когда-то еще покажем видео с ним так что если понравился видосик ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте жать колокольчик кстати лайкосики толику все всем пока до встречи сегодня будем делать за пять минут у блока а может и быстрее если получится конечно да потому что стоят очень дорого кто-то пытается делать сам у кого-то это не получается заплатить денег и не морочиться или прилично сэкономить потратить пять минут времени на один у блока покажем сегодня вам два способа день спустя то ты шо хаска должно быть там ну вот я вот вот и вот 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 Продолжение следует...